Их рисунки выходят за грани листа А4, а в качестве холста выступают стены домов и другие объекты. Стрит-арт или по-другому уличное искусство. Сегодня это часть декора, который все мы видим, стоит только выйти из дома. Родиной стиля принято считать США. Как и все прекрасное, рождается стиль из-за любви. Существует легенда, что юноша, не зная, как произвести впечатление на девушку, написал о чувствах в авторской стилистике. За свое признание он даже попал за решетку, ведь стрит-арт долгое время был под запретом. И только в 80-е граффити признается властями в Америке. Путь стрит-арта в России не так стремителен. Признание авторы только начинают получать. Денис Кандалин, больше известный под псевдонимом Вердиго, что называется в теме еще с 98-го. Я ездил по фестивалям, продвигаю. Вот лично я посещал практически все крупные фестивали, которые проходили в России и странах зарубежья. Ну, ценность уличного искусства именно просто сделана аэрозолью. Какими-то фасадными красками ничуть не хуже, чем написано на холсте маслом. Для меня это жизнь моя. И я практикую это, то есть провожу параллель со своей жизнью. И вся жизнь моя искусство. Меняется время, меняется и искусство. Муралы в тренде в разных городах России, в том числе и в Самаре. Один за другим масштабные изображения начали украшать фасады домов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Продолжают появляться и сегодня. Если в мундиальный год они отличались спортивной тематикой, то сейчас за основу берется история. Одна из последних работ Дениса – мурал на фасаде дома на Новосадовой 22. Вместе с напарником всего за неделю они воссоздали образы Минина и Пожарского. Правда, перед этим пришлось пару недель поработать над эскизом. В обсуждениях активно участвовали историки из МГУ. Во внимание брали каждую деталь эскиза, чтобы избежать исторических неточностей. Если, к примеру, 10 лет назад простому обывателю сложно было назвать стрит-арт полноценным искусством, то сегодня с художниками заключают госконтракты. Им выдают денежные гранты, чтобы своим творчеством они делали город ярче. В качестве представления Данила решил ограничиться творческим ником – Пугас. Граффити занимается в свободное от основной работы время. Говорит, так душа просит. Таким образом художник выражает себя и отдыхает. Работы есть разные, как и рисунки. Есть коммерческие заказы. Коммерческие заказы – там есть влияние мнения заказчика. Но мы все-таки стараемся как-то свои какие-то идеи продвигать, свою стилистику. Если заказ нас не устраивает по стилистике, мы чаще всего отказываемся. Потому что дело не в деньгах, а в желании реализовать крупные проекты. С каждым годом в Самаре появляется все больше тематических фестивалей. В город на Средней Волге приезжают уличные художники из разных уголков страны и мира. Участники местного профессионального комьюнити показывают им Самару, и так возникают творческие коллаборации. Прогуливаясь в отдаленных районах города, можно увидеть совместную работу самарских граффитистов и гостей. К примеру, из Италии. Ведь периферийные части города – это излюбленные места для творчества уличных художников. Улица становится музеем, а музей становится улицей. Мария Левина, Николай Епифанов, Константин Головин. События.